С окончанием уборки сельские полицейские ежегодно отмечают рост числа краж домашнего скота. За 9 месяцев в Денисовском районе зарегистрировано 29 таких преступлений. Чаще всего, говорят полицейские, виноваты сами фермеры. Последние случаи эти доводы подтверждают. В этом году было два случая краж в селе Окраинка. Но это кражи произошли прежде всего по вине самих хозяев, потому что они в ночное время оставили за территорией двора на привязи. И по причине этого никак не смотрели за ними. И в ночное время их как бы украли. На сходе в поселке Приреченко Денисовского района, организованном по этому поводу, полицейские еще раз подчеркнули, что многие из тех, у кого украли скот, не могут точно назвать время выпаса своего скота. Сообщают о краже через длительное время, когда уже нет возможности раскрыть преступления по горячим следам. Именно по этой причине произошло одно из последних преступлений – кража двух бычков. Об их пропаже сообщили лишь 20 дней спустя. А пастух в тот злополучный день употреблял горячительные напитки. Усложняет ситуацию и близость границы с Россией. Имеется у нас информация как у нас в РОВД, так и в пограничной службе о том, что причастность имеется граждан Российской Федерации, которые заходят на территорию Республики Казахстана и беспрепятственно выгоняют наш скот на территорию Республики Казахстана. В таком случае задержать преступников становится труднее. Но еще сложнее перевести скот обратно, если его удалось найти. Одно из последних нашумевших преступлений – кража Аятского табуна. 36 лошадей были перегнаны в соседнее государство. Спасти животных удалось благодаря оперативной работе пограничной службы. Наши коллеги на территории Республики Карталы данных лошадей задержали, поместили в одно из ТО. И проблема была в возврате этих лошадей. Но опять же, обратились к пограничникам, решили вопрос, что лошадей переместились сюда. Опять же, какие затраты понесли. По сводкам пограничной службы, только за этот год зарегистрировано 10 фактов пересечения границы. Также имеется информация и о запланированных кражах со стороны России. А потому по району создаются мобильные группы, которые будут патрулировать в ночное время. Валерия Зиновьева, присодействитель компании «Акцент», Денисовский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова